Всем доброго утра! Вероничка пьет свой утренний чай с молоком, смотрит мультики. Все вот тут должны у нее сидеть. И Боб-строитель, у нас свой Боб, и Медвежонок, она их укрывает. Куколка тут у нее сидит. Андрюшкин халатик. Андрюшка утром одевает обязательно халатик, ему холодно уже по утрам. Особенно, знаете, когда из-под одеялка вылазишь, прям невозможно. Я сама была такая в детстве, а сейчас прям не жарко все время. А я... Так, я тут натирала, натирала. А я смотрю сериал, который называется «Горничная». Ребята, он настолько меня захватил, надо нажать паузу, чтобы ничего не пропустить. Настолько захватил меня этот сериал, что я просто смотрю уже, видите, шестую серию. Шестую. И серия за серией. Вчера я посмотрела пять, и сегодня вот смонтировала видео о первом звонке нашем. Кто не посмотрел, посмотрите обязательно, мне нужен там ваш совет. Вот горничная, смотрю шестую серию сегодня. И собираемся, мои джинсы, Ника притарабанила, собираемся в солевую комнату. У нас еще два посещения. И сегодня нужно позвонить, записаться к моему стоматологу и опять продолжить лечение зубок. Бегу пить чай, приводить себя в порядок. Ой, тут про зубки и там про зубки. Там тоже кому-то лечат зубки. Видите, что смотрят дети? Они смотрят не мультики. Они смотрят вот такие вот постановочки. Да. Смотрите на эту Фрасюшу. Она собралась. Мы обуваемся. Ника тут разбросалась. Но у нас смена планов. Мы не идем в солевую комнату. Мы туда не успеваем до возвращения Андрюша. Поэтому решили не идти. Ну и бог с ним. У нас там два последних уже приема. Я уже думаю, не так важно туда ходить. Честно. Вот уже надоело час сидеть. Жарко. Нечего делать. Интернета на телефоне нет. И не хочу идти. Мы сейчас пойдем с Ника купим необходимое. Докупим. Дима вчера привез мясо. Привез молочки. Мы сейчас запустим большую стирку. И сделаем с вами что-то вкусненькое на обед, на ужин. В общем, будем готовить супчики и все остальное. Боже, кто это подрал? Капец. Кто-то тумбочку подрал. Это, кстати, не пыль. Это румяна. Значит, ребята. Идем по магазинам. Не казалось только торт. Грех не пойти. Только вот эта панамка нам, конечно, не нужна. Но у нас новая прическа красивая. Да покажешь ты. Самокат берешь? Красотка. Давай возьмем самокат. Ой, кто-то идет, а она так боится. Смотрите, как мы в ВТВ ступились. Самокат, тележки, пакет. Ника вся в творожке. Кстати, нам надо было бы смотреть, почему он был. С лежа мешками оттуда. Да? Давай открою чуть больше. Вот это заходим по магазину. Чего-нибудь дружки-то звонит. Там трубку не берет. Моющий где-то посмотреть, возможно. Что-то для отмывки дома. У меня сегодня хозяйческий колор. Мы с Вероникой были в магазине, но про Андрюшку не забыли. Привет, сын Олька. Угу, привет. И купили рогатку. Открывай, смелей. Вероники купили вот такой мячик, который светится. Вот. Видишь, как светится, сынок? О-о-о-о. Нужно... Ника, Ника. Пошла. Открывай. Молодец. Вот туда. Не на меня. Нет, туда, в дерево давай. Вот это? Да. Ой, слабо натянул. У тебя? Да, девочки. Мы уже дома. Смотрите, что мы купили. Новый десерт такой. Стоит всего 10 гривен. Ну, я посмотрю еще его состав, конечно, обязательно. Ну, вроде бы так, ничего такого нету. Ну, как обычно. По-любому что-то есть, потому что он шоколадно-банановый. Но я большинство, знаете, хочу Андрюшке какой-то печь шоколой. Вот такой перекус. Потом он с собой еду берет. По-быстрому поесть. Либо молочная каша, либо сухие завтраки, либо вот такой йогурт. Взяла дрожди, маргарин, яйца. Я очень хочу печь пироги. Я прям, знаете, запахла осенью. На улице стало прохладно. И так хочется в доме запаха пирогов. Я, наверное, бешеная домохозяйка, но я очень этого хочу. И взяла йогурт. Я беру вот такую, я показывала сухую кашку, быстро растворимую детям. Виноград. Ну, игрушки, которые мы вам показывали, они буквально по 20 гривен стоят у нас в новом магазинчике. И еще, сейчас покажу, что купила. Я купила золотую маску, ту, которую мы делали с Аней. Мне очень понравилась. И Виталька Барылка, я тебе не забыла. Я тебе обязательно вышлю маску. Все, что полагается для этого, чтобы ты сделал в ней трансляцию. Ты обещал? Я помню. Купила себе вот такой тоник, рябина. Всего 12 гривен стоит. Очень хороший, как маска. И очень хорошо. Видите, тут такой теплый тон. Хочу оттенить волосы, пока красить не хочу. Очень у меня бедные эти волосы. И вот такую чистилку я купила для картошки, для морковки, для всего. У моей мамули такая чистилка, ну какая-то у нее из набора, такая металлическая, добротная. Но вот это вроде бы тоже должна быть ничего. Попробуем с вами. И вот, казалось бы, я купила самые какие-то там дешевые мелочи. Маска эта недорогая. Но все затягивает денежку. А соседка пошла купила одну рыбку. И ведро тюлечки показывала мне. Ведро тюльки килограммовое 30 гривен стоит. Ну и одна рыбка примерно так же. И потратила в два раза меньше, чем я. А этим просто не наешься. Вкусная такая штука. Ладно, докормлю ее. Андрюшка, пошел мыть руки Веронике. Давайте поподглядываем. Ты такой заботливый, Андрюшенька. Ты молодчинка моя. Переоделся, ручки моют. Бегу делать тебе кашку. Мы учим уроки. Пишем украинский язык. Андрюшка пишет слова. Города по алфавиту. Очень много писать. А еще у нас проблема. Андрюша после школы не хочет учить уроки. А потом страдает. Я спать хочу. Потому что нужно было после школы учить, а не гулять. Все, давайте пока я спать. По алфавиту. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Скажи всем доброе утро. Доброе утро. А Дрюшка сонный? Дрюшка, спадки хоть? Я планирую на пасте заснуть. Да? В школе прям? Да. Вот это да. Дрюша завтракает основательно. Котлетки отказывается есть. Скажите ему, чтобы ел котлетки, а? Ну что ты такой? Хитрющий такой. Кто ты такой? Чаек с молоком Дрюшка любит, да, сыночек? Ага. Я же вам говорила, что уже запланировал на партии заснуть. Ну да, говорил. И это... Ты позвонишь у Юрия Васильевна, что там Андрей заснул, наверное, да? Ты телефон...